Итак, мы поняли, что означают слова «ленивая семантика» в отношении Хаскеля. Это означает, что если какое-то выражение не требуется для получения результата вычислений, то это выражение никогда не будет редуцироваться и вычисляться. Подобного рода идея довольно полезна, однако возникают ситуации, когда подход, принятый в Хаскеле, приводит к некоторым проблемам. Действительно, мы помним, что у нас имеется механизм санков, то есть механизм отложенных вычислений. Иногда, когда мы обрабатываем большие структуры данных, у нас может в процессе обработки длинной структуры данных, ну, например, списка произвольной длины, возникнуть ситуация, когда отложенные вычисления накапливаются. Предположим, мы идем по списку и хотим складывать его элементы. У нас в процессе прохода по списку может накопиться длинное-длинное вычисление. Когда мы завершаем этот список, это вычисление, естественно, будет произведено. Но если у нас имеется санк, отложенная длинная цепочка вычислений, то она может занимать большое место в памяти. Например, если этот список содержит десятки миллионов элементов, то у нас 10 миллионов чисел лежат в памяти, соединенные оператором плюс, готовые к сложению, но мы их не можем складывать, потому что такова модель вычислений. Утечки памяти в смысле роста места, которое занимает программа в памяти в процессе вычисления, это некоторая проблема в Хаскеле, которая требует иногда довольно тонкого анализа. Как же решать эту проблему? Если мы обнаружили, что у нас действительно возникает длинное-длинное отложенное вычисление, нам хочется объяснить компилятору, что это длинное отложенное вычисление делать не надо, что надо, если у нас уже сформировалось некоторое вычисление, то это вычисление нужно сделать. Для этого служит некоторый специальный оператор, который называется SEC, и который является вычислительным примитивом. Он нарушает ленивую семантику Хаскеля, когда мы им пользуемся, наши вычисления перестают быть ленивыми. Давайте посмотрим, как этот примитив может быть определен, и как этот примитив работает. Мы видим, что SEC определен как функция, как функция двух аргументов, возвращающая значение своего второго аргумента. Если бы у нас была только вторая строчка определения, фактически эта функция вела бы себя точно так же, как функция CONST. Ну, практически точно так же, функция CONST у нее аргументы переставлены, она возвращает свой первый аргумент. Но вот это определение функции в точности эквивалентно конструкции FLIP CONST. И на ленивом языке, на ленивом Хаскеле, только так мы и можем определить функцию. Только вот такое вот определение у нас может быть. То, что написано здесь, это на самом деле не определение функции на языке Хаскель. Мы используем здесь некоторую конструкцию, которая зовется основание, и которая обозначает расходящееся вычисление. Это значит, что оператор SEG, если его первый аргумент расходится, он должен расходиться. Такова его семантика. Если же первый аргумент вычисляется до значения, то он просто возвращает свой второй аргумент, игнорируя первый. Еще раз повторю, что такой оператор не может быть реализован в Хаскеле. Он является вычислительным примитивом, позволяющим форсировать вычисление. Действительно, он форсирует вычисление своего первого аргумента. SEG запускает вычисление своего первого аргумента. И если первый аргумент расходится, то SEG расходится. Если же первый аргумент не расходится, то тогда возвращается значение его второго аргумента. Давайте посмотрим на примеры использования оператора SEG. Первый пример. Когда никаких расходимости нет, то SEG возвращает нам второе значение. Второй пример демонстрирует нам наличие расходимости. Если я вызываю функцию SEG, передавая туда какое-либо расходящееся вычисление, ну, стандартным примером является функция Undefined, то SEG расходится с сообщением об ошибке. Если я туда передам некоторое выражение, которое может расходиться, ну, скажем, давайте запустим не напрямую, а Undefined, а некоторое вычисление. Это вычисление тоже приводит к расходимости. Насколько же глубоко SEG форсирует вычисление своего первого аргумента? Оказывается, что SEG форсирует вычисление не до нормальной формы, а до слабой заголовочной нормальной формы. Давайте посмотрим некоторые примеры, когда SEG не расходится. Первый пример. Это пример конструктора пары. Давайте мы построим там пару из двух значений типа Undefined. Пара является слабой заголовочной нормальной формы. Все, что находится внутри пары, нас уже не интересует. И SEG в этом случае проверяет, что строит пару, а аргументами пары не интересуется, возвращая нам значение 2. Точно так же, если мы здесь напишем некоторое лямбда выражение, тело которого приводит к расходимости, SEG тоже вернет нам значение 2. Он просто обнаруживает, что аргумент уже находится в слабой заголовочной нормальной форме. Ну и, соответственно, ему не нужно дальше форсировать вычисление. Итак, хотя оператор SEG и форсирует вычисление, но, тем не менее, это не полное форсирование, а форсирование лишь не очень глубокое форсирование до слабой заголовочной нормальной формы.